На долю узников выпало немало испытаний, голод, пытки, нечеловеческие условия проживания, болезни, страдания. Фашистские концлагеря называли «фабрикой смерти». Через них прошло 18 миллионов человек, 5 из которых были жителями Советского Союза. 11 апреля 1945 года произошло освобождение узников в концлагере «Бухенвальд». Заключенные взяли в руки оружие, напали на охрану и чуть более чем за час захватили территорию. Выжившие в те времена были еще совсем юными, но ужасные картины войны, написанные самой смертью, они запомнили навсегда. Через «Бухенвальд» прошло более 240 тысяч человек. Представляете, 240 тысяч человек – это на 50 тысяч меньше, на 60, чем живет в нашем прекрасном тамбове. 56 тысяч человек погибли в 18 национальностях. 19 тысяч – это были советские военнопленные. Всего «Бухенвальд» – это 37-й, 45-й год. В этом фильме собрано эксклюзивное интервью с родственниками Андрея Борзенко, детьми автора книги «Ринг за колючей проволокой» Георгия Свиридова и тех, кто знал его лично. Эти уникальные материалы помогли режиссеру восстановить подробности тех событий. К сожалению, не смог приехать сын автора книги и передал свою книгу со своими напутствующими словами. Если можно, я вам ее презентую. На закрытый показ фильма «Борзенко. Ринг за колючей проволокой» по приглашению главы правительства Тамбовской области Максима Егорова приехали продюсер данной ленты Сергей Гребенников, российский боксер Рахим Чакхиев и телеведущий Первого канала Максим Шарафуддинов. Среди тех, кто оказался в этом лагере смерти, был советский боксер Андрей Борзенко, который был вынужден участвовать в так называемых гладиаторских боях с немецкими спортсменами. Цена поражения в таком бою – это жизнь. И вы только представьте, изнеможденный, голодный, больной Борзенко против сытых, здоровых фрицев провел 80 боев и в каждом из них одержал победу. В основе сюжета – реальные события и судьба одного человека. В его лице можно судить о всех, кто прошел через Бухенвальд. Эти люди своим примером показали, что даже в нечеловеческих условиях они сумели сохранить веру в себя, в свою страну. Андрей Борзенко был человеком несгибаемой воли. Он в совершенстве владел тактикой боя, умел мгновенно принимать решения и одним ударом победить своего соперника. Фильм достаточно тяжелый, но правильно сказать, что он нужный, ведь надо помнить историю своей страны, не забывать о тех, кто прошел все это. Больше всего поразило, наверное, то, что эти люди, которые находились в концлагере, они не были сломлены, несмотря на жестокие условия их нахождения в лагере. И сам пример героя, главного героя фильма, он очень показательный, что нужно, несмотря ни на что, бороться до конца. Для меня лично, конечно, сильную эмоцию вызвала горы трупов, которые были, которые фашисты убили наших военнослужащих, также наших братьев за рубежем. Конечно, это очень сильно. И самое такое запоминающее, это, конечно, дети, которые пострадали от рук фашизма. И это не стоит, конечно, забывать и никогда такое не стоит прощать. Самых ярких эпизодов – это последний бой Андрея Борзова. Его не сломил ни голод, ни страх смерти. Он до конца шел во имя русской армии. Я считаю, если молодое поколение будет смотреть такие фильмы и будет помнить, то такое никогда не повторится. Подобные показы – это лишь малая часть того, что наше поколение может сделать для людей, прошедших через муки войны. Главное – не забывать, какой ценой досталась победа. Елена Хромова, Александр Чекмарев, Ольга Кириллова. Область новостей.